Здравствуйте дорогие друзья! Сейчас хочу вам открыть небольшой секрет. Мы всей семьёй сотрудничаем с компанией Arme. Советую её и вам. Это молодая российская компания. У нас 4 направления. Есть парфюм, кофе, красота и другие волны с товаром. И у меня на спорте. Превосходное качество, доступная цена, сам продукт, лёгкий для продвижения. У нас есть 3 видов дохода. Обход бесплатный. С одного флакона можно заработать 500 до 1000 рублей. Хорошие отзывы и положительные эмоции. Рекомендую всем этот красивый и вкусный бизнес. История Гудвина. Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал. Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе. Крак! Удивил Селли. И вы из Канзаса? Да, дитя моё, вздохнул Гудвин. Мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. Твоё появление растрогало и взволновало меня. Но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинде. Он со сыном упустил голову. Впрочем, я надеялся, что Среди Башмачки защитят тебя. И, как видишь, не ошибся. Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером. Играл царей и героев. Убудившись, что это занятие даёт мало денег, я стал баллонистом. Кем? Не поняла Эли. Бал-ло-нистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шае, наполненном лёгким газом. Я это делал для потихой толпы, разъезжая по ямаркам. Свой баллон я всегда привязывал веёвкой. Однажды веёвка оборвалась, мой баллон потратил ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронёсся над пустыней и огромными горами, и опустился в волшебной стране, которую теперь называют страной Будена. Отовсюду сближался народ, и видя, что я спускаюсь с неба, приняли меня за волшебника. Великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил, вроде царей и героев, и сыгал роль волшебника довольно хорошо для первого раза. Впрочем, там не было критиков. Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавшим страну. Первым делом я построил зимуный город. Где вы достали столько зелёного мрамора? Спросила Элли. Изумрудов, добавлялась Рашила. И столько выселёных зелёных вещей, спросила Женнадоросек. Терпение, друзья мои, вы скоро узнаете все мои тайны, сказал Гудвин, улыбаясь. В моём городе не больше зелёного, чем во всём другом. Тут всё и дело, он то есть напомнилил голос. Всё дело в зелёных очках, которых никогда не снимают мои поданные. Как, вскачала Элли, значит мрамор домов и мостовых белое, дитя моё. А изумруды, спросил Срешила, простое стекло, но хорошего сорта, Гудвин добавил. Гудвин, я не жалел расходов, и потом изумруды на башнях с города настоящие, ведь их видно издалека. Элли и её друзья удивлялись всё больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее татушки стала белой, когда они покинули изумрудный город. А Гудвин спокойно продолжал. Постройка изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время ещё молод. Мне пришло в голову, что если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека, а тогда кончится моя власть. И я разокрылся в тронном зале и прилегающих к нему комнатах. Я прекратил отношения со всем миром, не исключая моих прислужников. И я завёл принадлежности, которые вы видели, и начал трои чудеса. Я присвоился ей торжественные имена, великий и ужасный. Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, ибо стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался, и всячески старался поддержать свою славу великого чародея. Вообще, мне это удавалось, но бывали и промахи. Крупной на удачей был мой поход против бастинды. Тут же обезьяны разбили моё войско. К счастью, я успел бежать и избавиться от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было им узнать, кто я на самом деле, и мне пришёл бы конец, ведь я-то не волшебник. И как я обрадовался, когда узнал, что домик Эли раздавил Гингему. Я решил, что хорошо бы уничтожить пласть и второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против бастинды, но теперь, когда Эли растопил её, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний с вдохом по концу Гудену. По-моему, неплохой человек, сказала Эли. Ну не, дитя моё, я неплохой человек, но очень плохой волшебник. Значит, я не получу от вас мозгов, со словом проспаса Сашила. Зачем вам мозги? Судя по всему, что я у вас знаю, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами, посылал Гудену Страшила. Может быть и так, возгорел Страшила. А всё-таки без мозгов я буду несчастен. Гуден внимательно посмотрел на него. А вы знаете, что такое мозги? спросил он. Нет, признаться, понятия не имею. Хорошо, проходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами, но вы сами должны научиться обозревать их. Ой, я научусь, радостно вскрытил Страшила. Даю вам слово, что научусь. Эгегеги, у меня скоро будут мозги. Перцевая запрел Счастливая Страшила. Гуден с улыбкой смотрел на него. А как насчет смелости? Робко заикнулся Лев. Вы смелый зверь, ответил Гуден. Он не достает только веры в себя. И потом, всякое живое существо борется опасности и смелости. А, борется опасности и смелость в том, чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь выжать умеете. А вы дайте мне такую смелость, прямо перебил Лев, чтобы я ничего не боялся. Хорошо, с лукавой улыбкой сказал Гуден. Приходите завтра, и вы ее получите. Она у вас кипит в горшке под золотой крышкой, и вас уведомлено Затрашила. Почти что так. Кто вам сказал? Водился Гуден. Фермер по дороге в замудный город. Он хорошо уведомлен о моих делах, коротко заметил Гуден. А мне дадите сердце? Спросил Жест Дровосек. Сердце делает многих людей несчастными, сказал Гуден. Не очень большое преимущество иметь сердце. Об этом можно спорить, режиссер его задержавая Затрашил. Я все несчастья перенесу безспорно, безропотно, если у меня будет сердце. Хорошо, завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться. А как с возвращением в Канзас? Спросил Элли. Сильно волнуюсь. Ах, дитя мое. Это очень трудная задача, но дай мне несколько дней сроку, и быть может, я сумею переправить тебя в Канзас. Сумеете обязательно, сумеете, радостно вскрипнула Элли. Ведь волшебные книги в Велине сказано, что я вернусь домой, если помогу даем за счет вам добиться исполнения их самых заветных желаний. Вероятно, так и будет, согласился Гудвин и наставительный добавил. Волшебным книгам надо верить. А теперь идите, друзья мои, не чувствуйте себя в моем дворце, как дома. Мы будем видеться с вами каждый день, но никому-никому не открывайте, что я обманщик. Друзья довольные покинули турный зал Гудвинов, а Уэль привел к надежде, что великий и ужасный обманщик повернет ее в Канзас. Продолжение следует.